Редкую операцию по удалению опухоли печени провели алматинские онкологи. Такие новообразования встречаются в основном у грудных детей. Вылечить их позволяет ранняя диагностика и вовремя проведенная операция, благодаря которой врачам удается предотвратить распространение метастазов на другие органы. Все зависит от бдительности родителей. Как распознать болезнь, когда ребенок еще не может сам рассказать об этом, выясняла Анастасия Валикжанина. Когда Руслану было чуть больше года, Екатерина Губенко заметила, что у сына очень твердый живот. Потом он стал увеличиваться в размерах. Вместе с тем у малыша пропал аппетит и начались боли. Его увезли на скорой помощи в областную больницу Козелорды, где обнаружили опухоль печени. Руслана с матерью на борту санитарной авиации доставили в Алматы. Здесь малышу провели операцию, во время которой удалили две трети печени. Вот мы с апреля месяца здесь лежим. Мы уже прошли, пролечили четыре блока химии. Но нам сказали, что так нужно, чтобы опухоль уменьшилась. Вот нам недавно сделали операцию. Операцию очень хорошо прошла, так объяснили врачи. Гепатобластома или злокачественная опухоль печени – редкое заболевание. На миллион детей в возрасте до 15 лет приходится один случай. В основном его выявляют в первые месяцы после рождения. Второй пик приходится на полуторагодовалый возраст. Заболевание опасно тем, что его крайне сложно обнаружить. Оно протекает бессимптомно. Поэтому родителям надо быть очень бдительными, говорят специалисты. Если ребенок теряет вес, у него снижается аппетит или увеличивается живот, то необходимо срочно обращаться к врачу. В среднем на лечение требуется полгода. Сначала делается предоперационная химиотерапия, потом оперативный этап, и после этого – послеоперационная химиотерапия. Вот такое комплексное лечение. То есть это довольно длительно и, естественно, в купе со всеми специалистами вместе. В год получается где-то около 5-6 операций. Через 3-4 месяца после полного курса терапии печень у ребенка полностью восстанавливается. 90% больных детей выживают и возвращаются к нормальной жизни.